Бухенвальд 56 тысяч смертей Именно в этот лагерь попадает Николай Тычков В апреле 1945 года, являясь одним из организаторов восстания заключенных, он вышел из ворот Бухенвальда Его ждала свобода Не будучи профессиональным литератором, посчитав своим долгом рассказать людям об ужасах пережитого, о силе воли, стремлении жить и победить Он пишет книгу «Маленькие узники Бухенвальда» Название книги говорит само за себя Уже беря в руки книгу, покрываешься мурашками, глаза наполняются слезами Ощущаешь весь ужас того, что пришлось пережить узникам, среди которых немалую часть составляли дети Главный герой — Петька Блаха Именно это литературное слово «герой как нельзя лучше» характеризует еще совсем маленького, но уже мужественного мальчика Петька попадает в концлагерь, он переживает все стадии От непонимания ситуации дикого животного ужаса до несгибаемой воли Способности противостоять обстоятельствам, способности бороться и победить Казалось бы, сотворить невозможное Условия содержания заключенных в этом лагере — холод, голод, жажда, изнырающий труд, насилие, ежедневные смерти Но ни у кого из узников до последнего не угасало желание жить Надежда на спасение Каждый верил в победу, окончание войны, а значит и страдания Все хотели до нее дожить и прокричать победное «Ура!» Детские бараки располагались отдельно от взрослых Там живет наш герой со своими новыми друзьями Каждый день — это борьба за жизнь В лагере была создана подпольная организация сопротивления Многие заключенные вошли в нее В том числе и маленькие лоха со своими друзьями Каждый из членов этой организации уносил свой вклад в освобождение Кто-то добывал оружие, патроны, медикаменты А кто-то создавал школы, проводил концерты, чтобы поддерживать здоровый дух В лагере была создана подпольная армия Люди готовы были пожертвовать собой ради общей победы В том числе и маленькие узники, которые вместе со взрослыми шли на штурм И вот, наконец, наступил тот самый день 11 апреля 1945 года, 15 часов 15 минут За эти годы погибли многие, так и не узнав о великой победе Так и не увидев чистого мирного неба над головой Книга написана для детей Конечно, автор пощадил детскую психику Многие моменты сглажены Написывая жизнь детей, их ежедневный подвиг выживания Мы проникаемся огромным чувством уважения и трепета к самому понятию жизнь Так легкомысленно порой мы относимся к этому сейчас Так много требуем от сегодняшнего дня Совершенно забываю, что стоило выжить во время Великой Отечественной войны И главное, что стоило в ней победить Звон плывет, плывет над всей землею И гудит взволнованный эфир Люди мира, будьте зорщи втрое Берегите мир 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 Берегите мир